И всем привет ребят, с вами Мистер Байк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен новой теме, которая уже появилась у нас на тестовом сервере, это тема связанная с ботами в нашей игре, и если когда только речь начиналась связанная с этими ботами, для начала мне казалось, что это все какие-то шутки и может быть даже какой-то первоапрельский юмор, то сейчас я зашел на тестовый сервер и вижу тех самых замечательных ботов за свою команду, за команду противника, с вот такими вот интересными никнеймами они имеются, давайте попробуем сейчас чуточку поменьше сделать сенсу на своей мышке, а то у меня что-то как-то тут прям кидают очень сильно, сделаем мы дефолтные настроечки, чтобы меня так сильно не бросало, ну и вот так вот эти ребяточки выглядят, да, стоят они АФК с званиями новобранец, я не знаю, честно говоря, есть ли возможность их как-то прокачать и сделать их более жесткими, да, чтобы они, ну как бы хотя бы передвигались, потому что у меня просто стоит два АФК типа, а против у нас что тут стоит, хоппера и зида, викинга, ой, ареса фриз, они вообще бить будут, или они чисто на АФК стоят, или они чисто, о, подождите, башня повернулась, не, или мне показалось, о, ничего себе, он меня бьет, ух ты, нифига себе, что он мне магнума выписал, а это что-то какой-то жесткий бот, а у меня типа просто АФК типы, да, стоят, алло, ребятки, а вы что-то делать будете, алло, опачки, алло, Валерчик, алло, Валера, а что-то двигаться будем как-то, то есть у меня вообще ребята просто стоят, да, один на Жиге, второй на Крусейдера Гауссе, да, понял, понял, вопросов нет, а вот против какой-то жестик попался, который мне еще и с магнума тыку дает, я думал, если честно, что эти боты хотя бы будут передвигаться по карте, ба, но этот, конечно, мне накидывает не кисло, этому можно и овердрайва прожать, если честно, потому что он какой-то очень сильный, ух ты, ничего себе, у меня бот просто два раза переиграл, по ощущениям это какие-то жесткие нагибаторы против, по ощущениям, вот если таких вот ребяточек добавлять в игру на магнумах, то они могут неплохо проблем сделать нам, да, при том, что он еще и довольно метко стреляет, я бы не сказал, что там выстрелы летят мимо, поэтому, по сути, наверное, все зависит от пушки, на которой, опачки, овердрайв, он овердрайв тоже умеет жать, умеет оверку жать, оп, 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 ничего себе, сразу, офигеть, мне просто быстро, моментально схавало Эзида, то есть, короче, если подъезжаешь в упор к боту, вне зависимости от твоей позиции, он тебя будет уничтожать, передвигаться они не передвигаются пока что, но, быть может, их просто сделают более жесткими, и тогда они начнут передвигаться, но, вот таких вот ботинков нам добавило, добавили на тестовый сервер, это значит, что уже совсем скоро эти боты появятся у нас в игре, и что-то мне подсказывает, что они в моменте даже могут играть сильнее, чем ребяточки, которые играют с приваренными башнями, да, то есть, в теории, у них даже появляются какие-то дополнительные шансы, но, единственное, только то, что они не передвигаются по карте, это, конечно, проблема, так, а может он мне вообще сюда зарядить? Не, сюда он не может попасть, ну, давайте попробуем, постоим, вот, посмотрим, сможет ли бот мне дать сюда наверх тыку? Не, у него просто нет угла, и он попасть мне не может, да, то есть, я могу, например, над ботом издеваться, стоять в такой позиции, и он, по мне, даже урон не сможет нанести, да, то есть, например, в таких зонах у него урон не проходит, по идее, он должен сейчас уничтожиться сам, давайте разведем бота, обманем его, обманем, давай, ну, дай выстрел, ты же не умный бот, дай выстрел, дай выстрел, а почему не дает выстрел, то есть, у него запрограммировано так, что он не будет давать выстрел, чтобы себя не уничтожить? О, нифига себе, он даже на мне звонку поднял, ничего себе, вот это сильный бот, он, да, но, по идее, он должен был вообще смочтожаться, но он не смочтожился, то есть, пока что из тех ботов, которых я вижу против, на магнуме это самые жесткие типы, да, то есть, если попытается бот с дальнобойной пушкой, то у него есть возможность как раз-таки неплохой работки, так, а что это, он не бьет, что-то уснул, что-то уснул боец, а вот это что? Повердрайвы, я так понимаю, что они тоже не юзают, да, урончик наносить он наносит, но передвигаться не передвигаются, интересно, когда нам добавят этих ботов на основные сервера, будут ли эти боты передвигаться по карте, да, или бы они будут так же само стоять АФК и просто реагировать на противника, который находится в поле зрения, да, то есть, ух, нифига мне еще раз дает тычку неплохую, но у меня просто ребятки стоят, да, и ничего не делают АФК, смотрят на всю эту ситуацию, потому что на них никто не едет, соответственно, никто им не препятствует, да, но я думаю, что если, например, от звания выше эти боты начнут, например, передвигаться по карте, там где-то наносить большое количество урона, делать многое на карте дополнительно, то тогда такие боты будут иметь смысл быть, да, ну а так только лишь дальнобойные пушки могут что-либо сделать вам, да, потому что если это не дальнобойная пушка, то получается так, что, получается так, что, ну, он будет просто стоять АФК на своем респе и ждать, пока к нему кто-то подъедет, а с любой средней дальности и дальней дальности пушки вы сможете тогда этого бота просто переиграть, поэтому я надеюсь, что их модернизируют до того, что они будут и передвигаться, и пытаться даже выигрывать бои, да, то есть, если это там CTF какая-то или еще что-то, но так, с точки зрения именно дальнобойной пушки, вот Магнум, например, ух, какие тычки жесткие наносит, да, может меня спокойно переигрывать, и я могу официально сказать, что меня просто может разваливать бот в этой игре, да, то есть не какой-то там даже low skill player, а бот, бот, просто бот меня может уносить и без шансов переигрывать, это, конечно, очень и очень жестко, да, когда такие тычки залетают, но вот видите, у него даже, как бы там и прицел так настроен, что он может спокойно давать тыку идеально, просто идеально в голову мне прилетает, да, то есть там довольно неплохо запрограммировано именно попадание по оппоненту, и это, конечно, может быть очень и очень неприятно, если учитывать тот факт, что у нас есть игроки, которые играют с приваренными башнями, да, и они по сути играть будут хуже, чем вот такой вот бот на Магнуме, да, потому что этот бот на Магнуме будет, во-первых, попадать все, во-вторых, он будет при поле зрения просто вас уничтожать, и это, конечно, очень и очень жестко. Ну, в принципе, я думаю, что для первого обзора ботов хватит, если это обнова, повторюсь, уже на тестовом сервере, то есть большая вероятность того, что уже в этом месяце эти боты появятся на основных серверах, я не буду прогнозировать, что это появится уже в следующую пятницу, потому что я так понимаю, что их пока что еще только тестируют и рассматривают на то, как они себя показывают, да, ну и если они будут вот так АФК стоять на ближнебойных пушках, то это, конечно, супер мясо, а вот если будут такие ребятки, как на Магнумах, уф, ну вот они могут, конечно, доставить очень большое количество неприятностей, единственное, давайте, знаете, что еще проверим? Попробуем подобрать флаг, да, и попробуем посмотреть, играет ли вообще бот на возврат флага, да, есть ли у него вообще интерес какой-то по возврату флага, либо он будет просто стоять вот так вот АФК, но корпус у них же как-то двигается, да, он же не просто так встал ко мне боком, поэтому как-то у него корпус, значит, передвигается, ну давайте попробуем сейчас, нейтрал не подбирается у меня дроповая, попробуем, короче, взять флаг и подъехать к боту, да, практически в упор подъедем к нему, посмотрим, возвращает ли бот флаги или не возвращает, или у него эта темка не запрограммирована, да, то есть, ну вот, ну допустим, короче, я подъехал к нему в упор, оп, флажочек скинул, умеет он вернуть флаг или нет, но у него чисто наводка на меня, да, наводка есть, но на возврат флага он, к сожалению, никак не реагирует, а если я ему вот так в упор прыгаю, будет он стрелять? Нет, он даже в упор, короче, запрограммирован так, что он в упор не стреляет, чтобы сам себя не уничтожить, а-а-а, вот так, вот так, подождите, а если я чуть-чуть отъеду, он все равно не стреляет, а если еще чуть, если еще чуть, нет, он не будет стрелять до тех пор, пока я не отъеду на то расстояние, где он не получит по себе сплэш урон, нифига себе, это уже какой-то жесткий бот, это уже какой-то уровень прям очень сильный, либо он просто залагал, а что он не стреляет, алло, Валерчик, а что ты не стреляешь по мне, не понял, Валера, просыпаемся, Валерчик, алло, 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 а что он не палит, все, наигрался что ли, наигрался, не хочет больше по мне стрелять, то есть он сначала стрелял, стрелял, а когда у него 0 хп осталось, и он испугался, что его может самоуничтожить после кила, он решил больше не стрелять, понял, неплохой выбор, а зато с респа как сразу накидывает по мне, с респа сразу эти тычки залетают, ну давайте попробуем, да, он будет давать такие тычки, чтобы по себе урон не нанести, если в упор подъеду, если в упорчик подъеду, будет ли давать, или не будет давать тычку, а меня просто изида забреет, вот таких вот ботов, ребяточки, нам добавили на тестовый сервер, пишите, что вы думаете по этому поводу, будут ли эти боты играть сильнее, чем игроки в матчмейкинге, например, такие как я, да, смогут ли они конкурировать, да, и нужно ли вообще это обновление, по вашему мнению, в нашей игре, на сегодняшний день я бы сказал, что эти боты абсолютно не та вещь, к чему нужно стремиться, да, и заменять игроков на ботов в матчмейкинге на любых рангах, ну я бы не сказал, что это правильное решение, да, на мой взгляд, да, у нас онлайн не такой большой, и как бы нужно искать какие-то альтернативы, но альтернатива в виде ботов, я не считаю, что это та альтернатива, которая на сегодняшний день нужна этой игре, да, в моем понимании, например, та же реклама выглядела бы намного интереснее привлечение новой аудитории, чем боты в нашей игре, но, как есть, так есть, вот такие вот обновления грядут нашу игру, и вот этих ботов в ближайшем будущем, скорее всего, мы увидим в нашем матчмейкингах, надеюсь, что они будут только на лоу рангах, потому что если они будут и на больших званиях, то тогда у меня начнет появляться еще больше вопросов, и все больше проблем будет появляться в нашей игре, да, по которым я, конечно же, и вы будем негодовать. Ну, а вы напишите, что вы думаете по поводу этих ботов, обязательно поддержите данный видос лайком, если он вам понравился, если вы согласны с моей точкой зрения, ну и, конечно же, не забывайте подписываться на этот канал, и не забывайте про розыгрыш, который у нас на канале имеется на 20 тысяч, ой, на 20, говорю, на 30 тысяч танкоинов и на 2 миллиона кристаллов по моему личному тегу в настройках игры в аккаунтике вот здесь вот устанавливаете, темпешечку, дальше оформляете покупку в магазине, ну и заполняете форму, которая есть в описании у меня, друзья. На этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!